Дэньки, меряем кроссовки. Так, смотрите. Туника-платье, еще вот такие вот лосины идут хлопковые. Это заполнит, Дэнь. В общем, получилась вот такая красота. Все торчит, майка из-под ковки. Как это вкусно! Всем привет, мои хорошие, с вами Селена Све. Я начинаю новый влог. Сейчас я Дэнечку отправлю к логопеду. Мы приехали в наш фитнес-клуб, сделала заказ, пока покушаю. Дэньку дождусь, тоже сырники будут кушать. И потом, я думаю, мы поедем в магазин выбирать ему одежду, обувь, потому что все ему стало мало. Это заполнит, Дэнь. А то, получается, посерединку заполнил, а низ. Давай мы низ тоже заполним. Давай. Так. Отвела Дэнечку к логопеду и заказала, смотрите, вот такой вот тост, авокадо, помидорка, салатик, яйцо, пошел сверху. Такое дома могу приготовить, кстати. Надо попробовать. И чаек. Девочки, не могу не поделиться, как это вкусно. Вкусно. Просто неожиданно. Я теперь буду всегда это здесь заказывать. 210 рублей стоит такой бутер. Теперь мы едем в торговый центр. Фух. Едем. Сейчас просто спонтанно еду мимо работы моей тети. Она даже не знает, что я собралась к ней заехать. Вот сейчас заеду. Хочу отдать ей вещи, которые там ей на подарки, которые ей предназначены. Она сейчас удивится. Иди сюда. Тетя моя обещала вам показать. Та-дам! Та-дам! В общем, заехала, все. Встретились. Ну, не получилось пообщаться нормально, потому что Денька начал капризничать. А там дорога рядом, где мы стояли. И как бы, в общем, начал нервничать и говорить, мама, поехали. Другими словами. Ну вот, теперь я вам показала свою тетю, и вы наглядно поняли, о ком я говорю. Вообще, у нас на самом деле, правда, с моей тетей необычная связь. Я реально это с детства самого замечала. Даже когда были какие-то, знаете, события жизненные у меня в жизни, да, что-то такое стрессовое случалось. И я как-то привыкла легко относиться к вещам, когда в основном все вокруг как-то сгущали краски, например, да, как бы, ну, понятно, что там не переживай, все нормально, но все равно ситуация там серьезная, например, да. А я старалась от нее как-то легко избавиться и найти в ней даже плюсы, понимаете, в страшной ситуации какой-то, да. И бывало, что с тетей со своей поговорю, причем не так, что мы там сели, серьезно поговорили, а просто мы обмолвились словами, и я поняла, что она так же легко относится, как и я, к ситуациям. И я помню, что тогда меня прямо отпустило, что не нужно париться, вот, насчет каких-то вещей. В общем, мы были на одной волне. И вообще еще что необычное, это то, что у моей мамы связь с ее дочкой тоже очень хорошая. Они на одной волне, мне кажется, всегда понимали друг друга, всегда, ну, вот как-то у нас вот так вот сложилось, ну, как бы замечали это все дело. Всегда, когда приходили в гости, например, частенько там, знаете, ну, начинаем мы все вместе, тусим-тусим, а потом мы, например, там могли с Мариной зацепиться языками, и все, общаемся, общаемся, а мама с моей сестрой двоюродной, они сядут, что-то тихонечко обсуждают, что-то делятся, и вот так душевненько. Мы такие больше такие ха-ха, хихи там, что-то поржать, что-то такие, ну, эмоционально там, я не знаю, как-то. А мама с моей двоюродной сестрой, они как-то такие нежные, мне кажется, где-то, ранимые, вот, и они так вот душевненько тоже спивались. Ну, и до сих пор так и происходит на самом деле, даже когда в гости вот мы собираемся, все приезжаем, вот, я замечаю, что моя сестра вот с моей мамой любит пообщаться, а я с тетей со своей. Так что вот так. Ну, еще буду делиться какими-то моментами, обязательно. Деньки, меряем кроссовки. Глянь, молнии. Давай, ногой топ. Ух ты, глянь, как светится красиво, мне нравится. Тебе нравится? Это положи. Тебе нравится, да? Пасонные. А эти убрать, ой, эти убрать. Давай, я их уберу, зачем не входить уже, да? Вау. А подойди, я проверю, есть у тебя запасик здесь? Красивый какой. Ножку продвинь. 28 размер уже, да? Да, девушка, я ему 28. Вот, сантиметр запас есть, палец влазит. Ну, берем. Меньше не надо. Мне нравится, глянь, какой трасс преобразит. Классная, вообще. Вау. Сначала сказал, что нет, мы не увидим. А вы, дожди, а сандалик еще встали? Так, выбираем костюм, но мне кажется, он какой-то большой. Размера меньше нету, 116 этот. Вот, не знаю, мне кажется, сильно висят эти. Надо в детский мир зайти, во, там много было костюмов. Так, Дэня вот тут к игре пристал в Меге, и, короче говоря, приходится мерить, вот так выносить вещь из магазина. Нам продавцы разрешили. Так, смотрю, черные брючки, только мне кажется, надо побольше померить. Вот они прям впритык вот эти. У них такая коллекция, что можно собрать там из многих-многих вещей прям костюм, мне нравится. Вот этот костюм мне однозначно нравится. Нажимай играть. Десять минут будешь играть. Три-пять лет, вот. А будешь играть? Вот, смотри, что-то тебе говорят, здесь надо делать. Рисовать будешь? Да. Давай. Бери краски, рисуй. Короче, мы зашли в Котофей, купили ему две обуви. Это кроссовки, которые на нем сейчас, они с молнией блестят там. Ну, я еще дома покажу, как следят поближе. Для садика купили тоже сандали. Вот. И зашли в Батонблю. Купила, короче, семь позиций. Семь позиций, девочки. На девять с лишним мне там вышло все вместе. Еще и скидку даже сделали пять процентов. Новая коллекция, там у них сочетание очень прикольное. Покажу дома. А тем временем, у Дэнни такой красивый. Просто рисунок. Подожди, давай еще чем-то другое посмотрим. Что тут еще может? Ферма. Найти пару. Давай, найдем пару. Пару. Да. Вот картинки все показали, а теперь закрыли. Давай, открывай. Еще, еще, еще. Ой, нажимай. Нажимай, нажимай, нажимай. И Дэнни, конечно, свои костюмы, свои луки носит сам. А здесь просто много и моей вещи здесь. Поэтому я несу помощник. Он хотел вообще вот этот пакет еще нести. Но это тяжело. Так, ну что, Дэнни изъявил желание в вкуснолюбов пойти. Горячо, аккуратно, пусть остынет. Прежде чем поехать домой. Мы взяли, короче... Я хотела креветки взять, потому что курицу дома собираюсь готовить. Но у них закончились креветки, поэтому я взяла сельдер блин. Ну, в любом случае, он вкусный, я его люблю. Сегодня, значит, будут печеночные оладники вечером. Взяла свой любимый чай. И вот новый десерт попробую. Морковный. Мне что-то понравилось. С апельсином. Слушайте, что-то... Я не знаю, короче, понравится он мне или нет. Я поделюсь потом. Так, ну что, мы молодцы. Я неожиданно, честно говоря, приобрела столько ему вещей всяких, которые можно сочетать между собой. Сейчас уже еду, такая, думаю, в понедельник. В чем он в садик пойдет? Может, уже в новом? И у меня прям желание такое выкинуть вообще все старое. И прям купить все новое. Пусть будет там трое шорт, но они будут классные, хорошие. А то мне много просто там фикс-прайси что-то я брала. Осталось там пару... Ну, короче, есть какие-то попортятся там, например, в Мазарке я брала. Потому что они какие-то уже не особо свеженькие, такие вот шортики. Ну, короче, хочется, чтобы он модный всегда и везде был. Эти вещи, которые я сейчас взяла, эти, скорее всего, они не в садик. Потому что если он там будет все время такой грязный, приходится с садика. Особенно, когда на улице там то ли дождь был, то ли грязь какая-то вообще. Ну, то есть, эти вещи быстро испортятся. Эти больше такие нам на выход. Куда-то мы едем, выходные вместе проводим. Не в садик. Ну, разве что шортики и маечка классные там такие. И шапка, и носки в садик. А именно олимпийка и штаны, это скорее вот на выход вот так нам. Ну, я думаю, что этого достаточно будет, вот этих двух нарядов. Так-то у нас еще там кое-какие вещи есть. Просто какие-то большие. Я думаю, пусть еще полежат. Лучше размер в размер. А то такое ощущение, что у нас это, что мы берем на вырост. Ну, понимаете, да? Когда вот обычно там, я в детстве, были периоды разные, сложные, финансовые. И я носила то маленькие вещи, то очень большие. Ну, как бы, как будто это говорит о том, что нету возможности купить ребенку по размеру. Либо ты экономишь, берешь сразу на вырост, там, на большой вырост. Ну, просто вот мы сегодня мерили костюм, ну, он огромный прямо. Я думаю, нет, ну, это как-то не то. Вот. Понятно, что если там тебе нравится костюм, ты берешь его. Но носить лучше, когда он все-таки в размер его влезет. Ну, нормально будет. Короче, я рада, что шопинг удался неожиданно, быстро. Мы выбрали вещи, которые нам очень нравятся и такие классные, модные. Денька, кстати, мы только ехали, когда в торговый центр. Мы там с ним немного повздорились что-то. Я не помню, что ему не нравится, что он мне не слушался. Я его поругала, что он разревелся весь. Характер мне показывает. Ой, очень сложно, если честно, сейчас с ним. Вот. Ну, я держусь. Держусь. Пытаюсь найти общий язык. Вот. А купила ему кроссовки, его как подменили. Кроссовки, молния. Он первый раз такой говорит. Все, берем. А эти складываем, говорит, сапоги. Складываем, мам. И все, он ходит там, отплясывает, отбивает пяткой эту молнию, чтобы она сверкала. Короче, весь счастливый, довольный. Я думаю, ну ладно. Мамочка подарок сделала. Дэнни подобрел. Время сейчас, кстати, вот, половина, а нет, ну, короче, половина, считай, половина десятого. Время так быстро прошло, что я даже не заметила, что время половина десятого. Сейчас мы домой купаться и спать. Так, ну и первое покажу вам поближе. Кроссовки, пока они в нормальном состоянии еще. Вот такие вот. Я, короче, не помню все по ценам. Сейчас чек достану, покажу. Вот. Короче, они просто здесь на липучке, что мне понравилось. И минимальное количество шнурков, видите? И так как у нас очень здесь широкий подъем, высокий подъем, да, как говорят, короче, нам очень много. Обуви не подходит, потому что он просто не влазит вот сюда. Я не знаю, как это называется. А здесь получается раз, и прям так широко раз открывается, и хорошо. Ну, в общем, это как раз такая погода сейчас до жары. Вот. В жару уже надо будет, ну, уже сандалии надо будет сразу, мне кажется. Вот. Сказали, я говорю, если вдруг они погаснут, что делать? Сказали, что они, ну, очень долго светодиодные какие-то штуки. Они не заряжаются, ничего. Их можно мыть, как бы все нормально. Они должны долго светиться. А вот это, представляете, я выложила. Я сегодня хотела им что-то одеть. Вот сюда он не влазит. Хотя это, ну, вроде наш размер, но он, короче, не влазит, они ему маленькие. Я офигела. Мы их не носили, я не знаю, год, наверное, потому что мне казалось, что они все большие. И вот это, помните, я тоже в интернет-магазине заказывала, там, детские одежды. И тоже думаю, какие-то здоровые. А сейчас он не может в них влезть. Ему, ну, у него нога полная, а это как будто для какой-то миниатюрной ножки, знаете. И еще я так смотрю, думаю, что я их заказала? Они похожи на какие-то, знаете, чечетку отбивать. Короче, в общем, это я куда-нибудь отдам. Отдам. Даже не продам, а отдам, потому что это мерить надо. Вот так вот через онлайн очень было бы странно это продавать. Так, вот сразу покажу, что я взяла. Вот вышло мне 5700, 5748, две обуви. Вот они, цены, короче, у нас. А, носки еще. Вот такие взяла, сандалеты. Девочки, у нас 28 размер, чтобы вы понимали. В садике сейчас у него 27 или 26, в которых он ходит. А у нас 28 уже. Ну, такие взяла, здесь кожаная стелька, а они кожаные даже полностью. Вот тоже кожа, кожа, кожа. Короче, классные по размеру. И мы супер сидят. Вот уже в понедельник будут в новых ходить. Понимаете, да? 2800 что-то одно и 2760 что-то другое. А еще зашла у нас в Меге тоже. Взяла новый соус. Как раз-таки буду ножки, эти не ножки, а плечики индейки готовить. Может быть, в чепотле или в сладкий чили. Но сказали, не острое вроде. Это все зеро, видите, без сахара. Диетическое такое. И чесночное вот взяла. Вообще, у них там есть и кетчуп даже, и разные, в общем, соуса. Я буду пробовать все это дело. Они тоже там по 280 рублей что ли. Короче, 900 рублей примерно вышло мне. 800 с чем-то, короче. Почти 900. Ну, а теперь пойдемте посмотрим, что я взяла в Баттенблю. Так. Так, смотрите. Только я не поняла, где мой пакет с Тезенис. Вот, нашла. Да, я решила порадовать трусиками Тезенис. У них три пары стоят 1600 рублей. Вот. А если одни брать, то 600 рублей. А еще могла еще двое трусов взять за 750. Короче, чем больше трусов берешь, тем дешевле получается. Я взяла два вот таких цвета. Единственное, что я брала у них, девочки. Ну, мне понравилось, да. У меня бесшовное белье, но чуть-чуть другое. По ткани чуть другое. Здесь больше хлопок еще есть. Короче, я взяла два вот таких, потому что, видите, я же загораю. У меня цвет теперь больше такой бежевый. Две таких. И одни вот такие какие-то молочные. Ну, так на контрасте, чтобы было красивенько. Вместо белых. Что-то захотелось молочные. Короче, вот. Взяла. Себя немного порадовать. Так, это мы с этой, не съела я десерт с вкуснолюбов. Буду пробовать дома. Ну, сейчас разложу, покажу, что у Деньки. Итак, смотрите. Короче, видите, это новая коллекция. Оно все-все друг под друга подходит. Брюки. Сначала я заметила вообще вот эту олимпийку. Она мне очень понравилась. Здесь такие черные карманы. Застегиваются. Какие-то висюльки всякие интересные. Капюшон такой яркий. Понравился. Вот эта штучка 2000 стоит, да, 1999. Размер 110 мы берем. В основном все размера 110. Вот эти брюки тоже 110. Вообще на витрине даже было такое сочетание. Вот эти брюки, вот эта олимпийка и вот такого яркого цвета футболка. Но, к сожалению, не было размера нашего, поэтому футболку я взяла вот такую серую. В общем, можно это вниз вот сюда сочетать. Да, можно просто штаны надеть с футболкой. Здесь еще, смотрите, прикольненько сзади. Вот эта футболка 1200 стоит. Правильно я запомнила? Да, 1199. Вот. А брюки по 1600, по-моему. Нет. А, вот эти брюки 2000. Вот это 2000 и это 2000. Короче, вот этот костюм 4 получается. А вот эти 1699, 1700 получается. Вот эти брюки, они мне тоже понравились. Черные, классные. Здесь сзади тоже, видите, батон блю. Такая, тоже этот кармашек из этой серии. Шапка. Вот, шапка сюда. Отлично. Там была еще другая, но мне вот эта понравилась. Более такая лаконичная, что ли. 699 рублей она стоит. Так, и вот то, что я вам говорила, в садик. Ну, то есть вот майку можно. Будет жарковато. Сюда можно майку одеть. Под эти брючки. То есть одна серия, да. Можно вот так летом ходить. Вот. Я просто думаю, в садике он быстро все это, ну... Хотя шорты можно носить в садик. Шорты тоже прикольные, видите. Тоже сзади вот этот. Нравится мне вот эта нашивка, не знаю. Короче, вот. Понравилось мне вот это все дело. Ну и кроссовки вы видели у нас, да. Я подбирала, что вот это зелененькое. Тоже. У нас много где зелененького. Еще там есть футболки вот такого цвета. И надпись вот такая зеленая. Ну, что-то я ее не стала брать. А сейчас думаю, может быть, надо было взять прикольное сочетание. Короче, брюки можем миксовать. То черные, то серые. Футболки можем, майки миксовать. В общем, надо будет туда зайти. Может, я еще потом что-нибудь приобрету. И шапка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь позиций взяла. И сочетай как хочешь. Фух. Все вместе мне вышло со скидкой. Чуть больше девяти тысяч, по-моему. Сколько тут? Девять двести. С пяти процентной скидкой, да. Ну, как бы. У меня нет их карты, но они просто сделали. Скидку пять процентов, наверное, всем клиентам делают. Сейчас потихоньку снимаете бирки все. Чтобы вы понимали, девочки, я в шоке от цен, на самом деле. Я бывает себе дешевле что-то могу купить. Ну, могу дороже, могу дешевле. Но суть в том, что это дети. Блин, они так со всего быстро вырастают. А на вырост прям вообще не хочется брать. Вообще не сидит. И это еще не самые высокие цены. Потому что в Котофей, например, где мы брали обувь, там вообще пять семьсот костюм стоит. Пять семьсот. Этот четыре, а тут пять семьсот сразу выходит. Вот. Ой, ну, короче, цены я в шоке. Цены везде высокие. Кстати, я вспоминала, где можно еще вещи классные посмотреть. Еще классные продаются в резерв. И правильно, я надеюсь, говорю. Резерв. Там тоже детская классная одежда. Надо будет туда еще заглянуть тоже. А, может, еще что-то возьму. Ну, футболки какие-то хочется, мне интересно. Я так-то твой брюк, думаю, достаточно. Одни испачкал, бросил, в стирку постирал. Да? Другие носишь. Как-то твой брюк. Ну, можно еще одни. Ну, у нас вообще есть еще какие-нибудь для какого-то лука. Вот. Футболок много не бывает. Девочки, просто вот пока пришли, ехали. Сколько там было? Сейчас уже без пятнадцати одиннадцать. Мы зашли, быстро разделись. Быстро он в ванну, быстро искупался. Пока он искупался, я тут разложила его вещи новые все. Вам показала. И все, блин. Вылезли, посушила без пятнадцати одиннадцать. Я думала, часов десять, может. Уже почти одиннадцать. Короче, сейчас я его спать уложу. И сама пойду. Знаете, что? Я бы искупалась бы на самом деле. Прибралась бы там еще. Мы когда заходим, мы все время все вещи в разные стороны летят. Потому что все надо быстро что-то другое делать. Короче, сейчас Денька посмотрит пятнадцать минут мультик. И спать. А возможно, я с ним, блин, на сну. Короче, подустали чуть-чуть. Сейчас полежу, повтыкаю в инстаграм. Всем доброго дня, мои хорошие. Да, уже день. Я уже сняла видео. Фаберлик. Кстати, вот это вот новая туника у меня от Фаберлик. Просто божественная. Туника платья. Еще вот такие вот лосины идут хлопковые. Отличного качества. Вообще, я просто чувствую себя мега трендовой девушкой. Вот. И я уже подобрала лук, в котором сегодня пойду. Я поеду сегодня, клянусь и к хэппи, мои блондиночки. Вот. И сейчас я пью кофе. Кстати, можете зайти на мой второй канал. Я думаю, это видео будет уже опубликовано. Там не только туников, в которые я верчусь, кручусь. Но и сегодня вы будете видеть, да, как она мне что... Помада, металлик. Мне очень, кстати, нравится. И я собираюсь... Мне прям идет металлик в первый раз. Новинки у них. И я собираюсь эту помаду взять еще другого оттенка, более светлого. И еще там... И еще там что-то новенькое у них. То, что меня прям покорило. Классненько. Не хочу красть ваши впечатления. Но обязательно пройдите, посмотрите эту распаковку. Я постаралась собрать какие-то такие очень интересные продукты в этой распаковке. Думаю, вам понравится и будет полезненько. А пока я наслаждаюсь своим новым костюмом. Ну, его можно отдельно брать, да, отдельно тунику, отдельно лосины. Но я взяла и тунику, и лосины. И вот сегодня прям как раз-таки пойду в этом луке, поверчусь где-нибудь у вас. Ссылочку на фибрилль, если что, оставлю под видео. Ну, и в распаковке тоже она будет под видео. Так, что еще хотела сказать? Так, я пью кофе. Все, собираюсь клянусь. Все. А, и сегодня еще, Деньке, одену новый костюм. Пойдет нарядный. Как увидела, что шов, вот эта вот штука сзади должна быть. Здесь шов проходит от шапки. А я ее вперед почему-то делала. Короче, вот так вот. Мой модный мальчик. В костюме новом, да? Кроссовки сам одел. Вообще, чтобы ребенок быстро научился обываться самостоятельно, нужно ему просто удобные обуви. Все, выходим. Пацаны у меня, конечно, на стиле. Смотрите, какой весь модный. Класс? Я прям кайфую. Красиво, все так стильненько, по-доброму. Да? Ты модный мальчик? Да. Ну, а я так немножечко так набросала на себя. Не знаю, вот этот шарфик отдела, вдруг будет сейчас горлышко задавать. Астегну не, мам. Сейчас застегну. Выйдем на улицу и застегну. Сумку не хотела менять, потому что спортивные кроссовки и спортивная сумка. Ну, короче, как-то так. Такой непонятный стиль пока. А вот у меня еще новые очучки от Фаберлик. И они необычные девочки. У них вот такой вот чехольчик. Ну, все, мои хорошие. Мы выехали, короче. У меня вот такой шарфик, кстати. Погода такая немного ветреная. Я достаточно легко одета и рада, что одела этот шарфик. Но, конечно, под этот лук немножко шарфик, наверное, не в тему. Потому что у меня спортивные кроссовки. И в целом такой спортивный стиль. Так, ну что, мы приехали к Леночке. Да, в новую квартиру. Сейчас сходу сразу снимать не буду. Я сначала у нее спрошу вообще, что можно показать. Как, что. Вот, может быть, она не готова. Я у нее просто не спрашивала, не знаю. Вот, еду. Как бы новоселье, как бы, в подарки. Как видите, дом тоже свежий. Весь еще за это... У нас, кстати, сняли уже все. А здесь еще залеплено все. Свеженький дом. Люблю. Ну что, мои хорошие, мы посидели у Леночки. Вообще просто безумно как уболтали. И квартира такая хорошая, классная. Я не стала ничего снимать, честно. Ну, как-то не в тему было вообще. И снимать, и даже спрашивать, можно ли поснимать. Короче, решила полностью отдаться моменту, поболтать. И классно провести время. Соскучилась. Вот. Но квартира классная. В таких оттенках, которые я люблю. Все такое светлое, все минималистичное. Обалденно. Я кайфанула. Вообще, конечно, новые дома. Это всегда круто. Обалденный район. Короче, мне все нравится. Ленусик будет смотреть, если я вас горячо поздравляю. Хороший выбор. Вот. Мне очень нравится. Буду приезжать в гости. Все. Вкусно. А нам дали йогурт. Да. И вот Дэнка пьет йогурт. А мы едем домой, пока сильно не стемнело. Что-то чутка по светленькому. Но я думаю, мы приедем домой, уже будет темно. Всем доброе утро, мои хорошие. Сегодня понедельник. Отвела Дэнечку в садик. Сама занимаюсь уборкой. Вот так. Вот так я занимаюсь уборкой. Но, знаете, я немало сделала для того, чтобы включить этот пылесос. Мне нужно было все убрать с поверхностей. Вот. Все поднять вот так. А вы знаете, с малышом всегда все валяется. Вот. И я решила, сейчас время 11.55, я решила приготовить обед. Вот. Возможно, мой брат придет. Так. Ну, пока этот пылесосит, я сейчас вас поставлю сюда. Достану плечо индейки. Мы с вами приготовим. А вечером я еще планировала приготовить печеночные оладьи. Так классно, когда тебе кто-то помогает убирать в тот момент, когда ты готовишь. Сегодня, может быть, приедет брат. Не может быть, но мы вообще договорились. Поменяю резину. Он поможет спустить резину от мамы. Мама же там у меня ремонты делает. А что это оно так? Вау! Знаете, оно еще напоминает? Болгарский перец. Вот, вот, вот. Лечо. Лечо. Чепотлеет. Лечо. Итак, мы солим с вами вкусной солью. Вот так вот, хорошенько посолим. Сейчас я сделаю это сверху все, а потом просто все это разэтываю. Сюда мы делаем наш соус. Он жидковатый вот такой. Ну, ничего. Я еще сверху потом полью. И чесночка вот мне сюда по кайфу. О, у меня чесночный же соус есть. Я его сейчас добавлю. Вот такой у меня есть, девочки, чесночный. А мне очень нравится. И он погуще вот этот сделанный. Пусть вот его будет побольше. Та-ра-рам. Так, еще сверху сделаю. В общем, получилась вот такая красота. Я сверху еще намазала чесночным соусом. Хорошо посолила. И сухой чесночок добавила. Мне кажется, это так вкусно будет вообще. Нереально. Брата угощу. Ставлю я 45 минут. Мне вот нравится, как при 45 минут получается. Так, ну что, пока я тут все делала, он все помыл. Пришел, сама очистился. Кстати, у него очень надолго хватает зарядки. Вот что. Классно. Пойдемте проверим. Он сегодня мыл вот здесь, вот здесь. Вот здесь, вот здесь. Ну, вот такие, конечно же, это надо мне... Это что-то тут, я не знаю, разлилось. Он не отмывает такое, конечно. А вот здесь вот он убирался. Что-то я даже не обратила внимания. Я вообще специально открыла дверь. Мне интересно, он залетел сюда или нет вообще. Видите, везде где открыто. Не пойму. Он тут вот промыл полики. Ты видела, он убирал. Ну, что-то... Плохо что-то. Может, у него пошел самоочиститься. Надо, чтобы он еще раз тут прошелся. Сейчас водички добавлю. Пусть еще раз моет. Так, вытащила корочку. Этот пылик все пропылесосил. Два раза уже все промыл, пропылесосил. Я от него отстала наконец-таки. Вот. И корочка вот так. Вот я смотрю, что-то не запеченное сверху. Ну, знаете, корочки нет. Может быть, потому что жидкости много. Но я сейчас попробую так. Если мне будет недостаточно корочки, я тогда поставлю на верхний жар минут на 5-10. Вот. И еще хотела сказать, что я безумно довольна робототехникой. Что она вообще есть? Это такой помощник, реально. Так, ну что, попробовала я вот эту курочку. Не курочку, а вот это плечо индейки. Я не поняла. Либо я не доготовила, либо она какая-то жестковатая. Какая-то, ну, прям вот жестковатая. Курица мне нравится больше. Но я поставила сейчас еще на 10 минут. Сейчас посмотрю. Может, даже еще 20 минут сделаю. И потом уже Виталик, может, попробует. Скажет мне. Ну, какая-то не то, что курочка. Вот. Если она сейчас останется такой же, я больше брать ее не буду. А вот она, Мавачоли. Подушка. Счастливая. Смотрите. Машет вам. Помогала нам сейчас. Вот Браза. Я его забрала. У меня, кажется, такой вместительный багажник. Девочки, все 4 колеса в багажник залезли. А я все переживала, что мне нужно будет сзади освобождать место. В общем, идем. Переобуваемся. И резину я оставлю там, где переобуваюсь. Очень удобно. Приехал. Тебе резину достали, поменяли. И ты уехал. Чтобы не таскать эти колеса. Да, Ряз? Идея. Смотрю я на себя. И думаю... Нет комментариев. Подожди. Вот так вот. Покажи мне. Это. А как без мата сказать? Как я выгляжу? Не знаю. Без мата не знаю. Ну, с матом раз. А без мата? Без мата все торчит. Майка из-под ковки. Ну, не привлекательно я выгляжу? Вот так вот. В общем. В обществе. Не знаю, наверное. Поскольку. А мне кажется, что-то в этом есть. Ты вот так сидишь ты, уши на монтажке. Вот так. Вот так вот поставить на начало видео. Ну, а поближе-то дай, конечно, давай. С Браза нравится. Да? Ну что, мы хорошие. На что мы тратили время с Браза? Вы знаете? Я, короче, в багажнике что-то разлилось. У меня весь багажник все мокрое. Я всю свою спортивную одежду вчера перестирывала, потому что все оно какое-то отцелевшее, вонючее все. И в итоге сейчас пока разбирали багажник, колеса, потому что надо было положить туда. Там, короче, что-то разлилось. У меня просто весь багажник мокрый. Чтобы он не погнел, мы сейчас заехали сюда. на эту, на мойку, чтобы просушить. Но здесь не сушат. Я думала, короче, мне моют машину, оказывается, мне только коврики помыли. И мы тут час сидели, Браза с другом, но он трещал. И потом он говорит, ну все, ладно, вы можете коврики у нас. Я думаю, при кого выражали, что стоит грязная машина? Да, я захожу, такая машина грязная. Я говорю, что все, помыли? Он такой, так да уже. А Виталик говорит, а зачем тебе мыть машину? Завтра дождь передают. Говорю, ну ладно, я просто думала, машина чистая. Так что я на основном на грязной тачке, но с чистейшим багажником. Все, сейчас мы едем, у нас, сейчас мы едем, забираем машину Виталика, потом едем за Настей, потом едем домой. Виталик пришпандорит под телевизор, наконец-таки, нашу супер-мега-аудиосистему. Потом я его накормлю вот этими плечами. Плечами индейки. Аккуратно, здесь очень в яму. Я все вижу, смотри, четко все вижу. Плечами индейки на кормлю. Ты ел когда-нибудь плечи индейки? Я да. Ел? Да. Серьезно? А я первый раз ела плечи индейки. Мне интересно, понравится ему или нет. Нет, я, кстати, на балкон положила, потому что горячее было. У нас же индейки, мы делаем часто всякие индейки. Да, всякие индейки. Всякие индейки делаем. Разных сортов. Ладно. Ну и короче. А еще и Деньку надо из сада забрать. Все. Короче, детей из сада забираем и домой. Кушать и строить дом. Ну что, мои хорошие, мы с братом решили сделать так. Настю забрали. Первый раз в садик. Классный садик у тебя. И Настя захотела со мной Деньку пойти. Первый раз в садик посмотреть наш новый, да? Это же не была у нас. И короче, Виталька поехал там у него с колесом. Что-то он там сейчас быстренько заделает. А мы с Настей поедем сейчас за Деней. И все, и дома будем ждать. Что вы там делаете? Вывешаем колонку. Правильно ли мы все вымерили? Проверим. Ты готов? Я, Виталья. Вот здесь все. Все? Нормально вроде, да, держит? Офигетьки, офигетьки. Как красиво. Спасибо, Виталя. Он и не вешался же. Так, как говорили. Да, это точно. Так, пока мы с весом смотрим кино, готовим чай. Дети наши тут кувыркаются. Настя научила. Да? Настя придумала тут что-то. Аккуратно, смотрите, головы не посворачивайте себе тут. Аккуратно. Давай, иди. Ой, ну что, мои хорошие. Что-то я аж подустала. Время сейчас без 10.8. Денька купается. Вот. Брат все сделал, все хорошо. Единственное, что мне не нравится, что провода вот эти никуда не денешь. Все равно какой-то паучок. Надо будет придумать, подумать, куда провода. И вообще, наверное, неужели что-то придется сюда ставить. Ну, я имею в виду, чтобы скрыть за этим делом провода. Я не знаю, что сделать, чтобы эти провода убрать. Вот. Может быть, надо их куда-то прятать. Может, что-то какое-то... Придумать здесь такую нишу, знаете, типа... Ну, короче, что-то надо придумать. Еще у любимого спрошу. Он это может что-нибудь нафантазировать. Так, что-то там уже сыпется. Пойду. Пойду, короче, я малого искупаю уже. И все, ложимся спать. Я вчера вот тоже самое в 8.30 или в 9, во сколько мы там легли, и уснула с ним вместе. И сегодня, наверное, тоже что-то я подустала. Завтра, возможно, пойду, кстати, стол заказывать компьютерный. Встречаться с людьми, которые делают столы. Вот. И скажу им, вот стол, который я выбрала тогда, только чуть-чуть его надо поменять. На фабрике, ну, не меняют. Там, короче, очень дорого получается. Легче его на заказ сделать. Но тогда уже, если я на заказ, то я там еще какие-то размеры подгоню под себя. Вот. Так что все надо будет померить. И начну, наверное, новый влог уже с заказа мебели. Вот. Поэтому сегодня с вами прощаюсь уже. Брату, кстати, курочка-плечо. Ну, вроде понравилось, ничего он не сказал. Чай ему очень понравился, который я сделала. Но я больше курочка-плечо, да? Индейка-плечо. Но я больше индейку-плечо заказывать не буду. Мне сама курица нравится больше. Милка, кстати, наезжала. Вообще, агрессивная у меня кошка. Но всех детей наезжает. Наска боится ее. Все дети боятся ее. Хозяйка, блин. Наглая хозяйка, блин, в доме. Ты всех гостей распугиваешь. Больше не придет у тебя никто. Меня, короче, охраняет. Такая, типа, мама вообще моя. Никто к ней не подходить. Никто не заходить. Вот такая, представляете? Овин. Одиночка. Любит побыть одна. Ну, все. Я с вами прощаюсь. Люблю вас. Целую. Увидимся в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok